Занимаясь съёмкой видеороликов и подготавливаемый телевизийный контент, мы уже давно находимся в поиске удобного инструмента, упрощающего работу с подготовленными текстами. Всё уже было придумано до нас на телевизии, для этого используют телесуфлёры. В условиях небольших студий можно использовать онлайн-сервисы или приложения для вывода текста на планшеты и монитор. У этого способа есть свои недостатки и ограничения. Место проведения съёмок и требуется дополнительный человек для помощи во время съёмки. Можно купить телесуфлёр, но до недавнего времени они были все слишком громоздкие и дорогие. Тестированный сегодня Pixarium Mobus лишён этих недостатков. Ориентирован он на видеоблогеров и видеостудии, которые хотят мобильности и экономии времени на заучивание текстов, записывать видео с первого дубля и оперативно разворачивать прямые эфиры. На официальном сайте Pixair'а доступен он за 7000 рублей. Поставляется в сумке-чехле, который можно использовать в дальнейшем для хранения телесуфлёра. В комплект входит несколько колец для разных объективов. Pixair'а Mobus мобилен и лёгких конструкций выполнены из пластика. За время тестов мы использовали как в офисе, так и переносили на уличные съёмки. Весомым преимуществом является отсутствие необходимости подачи дополнительного питания или подключения кабелей к камере. Обеспечивается полная автономность и широкая совместимость. В конструкции телесуфлёра можно выделить несколько ключевых элементов. Корпус, прозрачная панель и фиксатор под смартфон. Ставятся на объектив камеры. В комплекте есть 8 колец под разный диаметр объектив. 49, 52, 55, 58, 62, 67, 72, 77. Это металлические кольца крепления можно будет оставить на кабере на постоянное время. Основной элемент снимается и ставится с двигом. Фиксируется надёжно, при резких движениях не смещается. В качестве альтернативы варианта можно будет воспользоваться винтовым креплением для установки на треноку или селфи-палку. Картинка с текстом в этом телесуфлёре берётся с экрана вашего смартфона. Ставится он в основании прижимной механизм. Вводимый текст и наличие текста на телесуфлёре не отражается на качестве картинки. Для работы потребуется загрузка в память смартфона приложения Pixair и Telepromp. В главном окне отображается список загруженных текстов. Выбрав нужное, начинается автовоспроизведение. В любое время прокрутка ставится на пазу. В нижней панели меняется размер шрифта и скорость прокрутки. Это можно будет делать во время прокрутки, подбирая для себя оптимальный вариант. Есть окно детальных настройок с дополнительными пунктами. Размер межстрочного интервала, задержка старта, зеркальное отображение, изменение ориентации экрана выбора темы и ширина рабочей области. В дальнейшем разработчики обещают добавить распознавание речи с автоматической синхронизацией скорости прокрутки. Появится облако для добавления текста с компьютера. Мы использовали в основное время в паре с камерой Canon 80D. Процесс установки не занял много времени. Наличие телесуфлера не затемняет картинку и не влияет на цветопередачу. Легкий вес позволяет снимать его с камер во время установки на трехосевой стабилизатор. Приложение ставили на несколько смартфонов с разными диагональными экрана. OnePlus 5T потребовал уменьшить рабочую площадь настройки. В идеале для того, чтобы съемка не прерывалась внезапным звонком или сообщением, стоит активировать авиарежим. Установка телесуфлера прямо на объектив, в отличие от бокового размещения листочка или планшета, позволяет ведущему смотреть прямо в объектив, получая профессиональную картину. Кстати, сейчас мы записываем именно на него. В эксплуатации удобен и прост. Предлагаемые широкие настройки дают хорошие возможности адаптации скорости чтения и удобства читаемости. Pixaer Mobus при скромной стоимости предлагает отличные возможности организации съемки с ведущим. Телесуфлер, мобилен и легик. Универсальный по способу установки может работать с разными типами устройств и предлагает хорошие возможности настройки. Экран смартфона и стекло не засвечиваются ни при каких условиях. Текст всегда контрастный, благодаря небольшому размеру стекла. Работать смогут даже неподготовленные репортеры. Движение глаз расстояния больше полутора метра незаметно. Многие думают, что он слишком маленький, но испытания доказали, что при максимальном размере шрифта можно работать на расстоянии до 5-6 метров. Порадовало, что производится эти сути лесуфлеры в России. Ребята, кстати, ведут канал на YouTube, мы приведем ссылку в описании к этому видео. Весь этот ролик записывался с первого дубля, и записывали мы как раз используем Pixaer Mobus. С удовольствием обсудим этот лесуфлер с вами в комментариях. Ребята, всем спасибо и пока-пока.